Всем привет! Сейчас небольшая пауза, ждём, пока обтянется народ. Всем хорошего дня, хорошего выходного. Давайте сегодня разбираться с тем, что есть цель, зачем она, какова цель жизни. На эти три вопроса я постараюсь дать вам ответ. Привет, да, всем привет, привет, привет! Ну, для начала, давайте, для того, чтобы поддержать двухстороннее общение, я задам вам вопрос. А что есть цель? Что такое цель? Вот вы находите прямо сейчас там, где вы находитесь, вы воспринимаете настоящий момент. Этот настоящий момент есть некие объекты, явления, которые воспринимаются в пространстве, во времени. То есть сейчас вы что-то воспринимаете. Что такое цель? Это достижение. Окей. Достижение — это процесс. А что есть цель? То есть достижение — это процесс движения к цели. А что есть сама цель? Конец пути — это уже ближе, теплее. Что он из себя представляет в точке А? Что представляет в точке А цель из себя? Что такое цель? Ну, ты находишься в точке А. Зачем тебе цель нужна? И что она из себя представляет, чтобы ты пошла в эту точку Б? Это точка Б. Она что из себя представляет? Вот если я, например, смотрю сейчас туда и вижу стул в реальности, мне надо ставить цель, чтобы к нему подойти? Или я просто могу пойти? Я же вижу, понимаете? Я же вижу это. Зачем мне ставить цель? Хотелка. Отлично. Хотелка — это что? Вот когда ты что-то хочешь, это что? Понимаешь? Вот что в этот момент внутри тебя, что происходит? Действие — это последствия уже. Действие — это то, что происходит после. Тебя что-то не устраивает. Как ты понимаешь об этом? Как ты понимаешь? И как там рождается цель? Вот вы знаете, я сейчас пробовал начать трансляцию в Перископе, там та же самая история была. Люди, я задаю банальный вопрос, что есть цель? Никто не ответил правильно на этот вопрос. Никто. И потом вы удивляетесь, почему у вас не получается добиваться чего-то в жизни. Желаем то, чего нет сейчас. Хорошо, внутри тебя в чём оно выражается? Импульс внутри. Нет, не импульс. Ещё даю вам чуть-чуть времени, потом начинаю сам разговаривать уже об этом. Опять забыл камеру включить. Шуть. Всё, включил. Ребята, цель — это мысль. Просто мысль. Прежде чем вам пойти куда-то, чего вы не наблюдаете в реальности, вам нужно подумать об этом. И зафиксировать в уме, что я конкретно представляю, что я хочу. Это мысль просто. Мысль, которую вы фиксируете. Вот, я иду сюда. То есть эскиз того, куда вы хотите прийти, что вы в конечном итоге хотите получить. Вот это удивительная вещь, да, что люди не понимают, что такое цель. Цель — это мысль. Это что-то, что вы визуализируете, представляете, или как-то вы об этом думаете. И потом уже наступает другой процесс, там, остальной процесс. Вы начинаете двигаться, у вас намерение там, да. То есть что побуждает вас создать цель, это как бы предваряющий момент. Например, потребность. У вас возникает потребность, вы её осознаёте, но оно потом всё равно формулируется посредством мышления в некую цель. Мысль, но это уже чисто психическое представление. Так в этом весь прикол. Что пока вы не поймёте, как работает ваша психика, вы не сможете добиваться в жизни того, чего вам хочется. То есть проблема-то большинства людей в чём? Они не понимают, как их психика работает. То есть если у человека какие-то трудности в жизни, он не может с ними справиться, это признак того, что он просто не понимает, что происходит, в том числе не понимает, как устроена его психика. Всё. Цель — это просто мысль. Так вот, а что такое жизнь? Давайте ещё посмотрим. А что есть жизнь? Вот чем отличается стена, которая стоит, от меня? Вот стена, она как бы практически мертва. А я живой. В чём различие? Давайте подумайте. В чём различие между стеной и мной? Наблюдаемое различие. Не какое-то эзотерическое там. Она статична, точно, да. А я что? Я двигаюсь, да? Я очень подвижный. Кто такой мёртвый человек? Как можно определить мёртвое тело? Каково его главное свойство? Точно, оно не меняется больше. Ему не присуще качество изменений. То есть оно, нет, оно начнёт меняться, оно начнёт деградировать до состояния полного разложения. Да? А жизнь — это что-то другое, да? Жизнь — это то, что поддерживает в этом теле определённые изменения и определённое состояние, да? Определённое состояние и движение к более высоким состояниям. Так вот, жизнь — это изменения. Жизнь — это изменения. Пока есть изменения, есть жизнь. Как только начинают уменьшаться изменения, изменения всё меньше, 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 меньше. Вы всё ближе к смерти, всё ближе, всё ближе. Вот если взять ту же самую шкалу тонов, помните, есть такая шкала тонов, как движется эмоция? Там в самом низу смерть находится, это ноль. Следующий тон — апатия, потом идёт горе, по-моему, да? Потом идёт страх, потом идёт антагонизм, и потом уже начинается после антагонизма позитивная часть шкалы. Там идут такие эмоции, как интерес, консерватизм, скука даже там же, веселье, энтузиазм, и так далее, и выше. Там есть выше эмоции. Так вот, а что такое эмоция, да? Что есть эмоция? Эмоция — это состояние жизненности человека. То есть, если он в апатии, вы видели людей в апатии? Они вообще такие еле-еле, душа в теле, как говорится, да? Они очень неподвижны, то есть у них очень мало изменений, и для них вообще, ну как бы они уже практически рядом со смертью. Понимаете? Это человек, когда впадает в апатию. Вот сильная депрессия, когда у человека, да? Он очень близок к смерти. Люди в депрессии часто могут покончить жизнь самоубийством. Это можно сделать только вот в этих нижних тонах, да? Не понимая, что происходит, не понимая, как оттуда выбраться, да? Люди могут совершать какие-то глупости, типа там покончить жизнь самоубийством, типа как выход. Это никакой не выход на самом деле, это глупость всегда. Вот, но находясь в этом состоянии, находясь в апатии, человек начинает думать только о смерти. О смерти как бы побыстрее все эти изменения закончились, и как бы он побыстрее вернулся в состоянии полного покоя, да? В полной статике. То есть духовное существо столько накосячило, наделало столько ошибок, потерпело полное поражение, скатилось в апатию, и хочет в конечном итоге вернуться в своё исходное статичное состояние. Потому что дух в своей исходной форме чистая статика. Но в игре, дух в игре, он подвижен, он хочет играть, он хочет выживать. Поэтому жизнь — это изменение. Вы живы настолько, насколько вы хотите, чтобы эти изменения происходили, и вы живы настолько, насколько вы хотите улучшать состояние жизни. Так, Денис, я тебе делаю первое предупреждение, второго не будет, будет бан просто. Хорошо? Итак, вот смотрите, мы пришли к выводу, что жизнь — это изменение. Чем больше интересных изменений, чем больше вы подвижны, тем более вы живы. Жизнь — это движение, вы ещё слышали. Пока вы движетесь, пока вы живёте активным образом жизни, вы живы. Когда вы начинаете поддерживать пассивность, малоподвижность, то вы начинаете опускаться по состояниям, деградировать постепенно и постепенно умирать. Поэтому для того, чтобы жить, нужно иметь много изменений и нужно стремиться к тому, чтобы повышать состояние жизни в более высокие состояния. Ты о чём вообще? Ну, я понял. Так, давай. Хорошо, давайте дальше. А что для того, чтобы изменения происходили, что нужно? Ну, то есть, для того, чтобы изменения происходили, нужна какая-то цель. Да? То есть, если у вас нет цели, ну, соответственно, а куда вы будете изменять? Для того, чтобы произошло изменение, а что такое изменение? Это начало, продолжение и остановка, да? То есть, любое изменение — это цикл действия. Он состоит из того, что вы находитесь в одном месте или в одном состоянии, вы совершаете некие действия, да? Продолжаете, продолжаете это изменение, и оно приходит к какому-то завершению, к какой-то точке, да? Вот эта финальная точка, куда это изменение приходит, это цель. То есть, вы, таким образом, имея цель и движись к этой цели, что-то начинайте, продолжаете и завершаете. Доводите это до реализации. То есть, у вас есть некое желаемое состояние или некая точка, куда вы хотите прийти, и вот здесь возникает импульс, да? Когда у вас есть некое желание, да? То есть, вы хотите добиться чего-то, да? То есть, здесь возникает импульс. У вас есть какая-то потребность. Обычно сама жизнь диктует нам определённые потребности. Нам также предлагаются какие-то интересные игры. Мы также можем свои игры создавать, да? А любая игра — это что? Любая игра — это цели, препятствия и свободы. То есть, что такое игра? Это цели, препятствия и свободы. Например, футбол, да? Футбол — команда мужиков бегает против другой команды мужиков, гоняют шарик, то есть, другая команда — это препятствие, цель — это забить гол в ворота противоположной команды, да? То есть, когда есть цель, когда есть препятствие в виде другой команды, всё это интересно, в это интересно играть. Только у нас нету цели у этой игры, то есть вот например в футболе этом не надо забивать голы ну и чё они там делают они просто бегают с мячом все то есть ну побегают они все в чем прикол не прикольно понимаете или другая ситуация есть цель есть ворота как бы да но нету противоположной команды ну и все бегают и просто забивает вот это бесконечно забивают снова и снова мечи в ворота не интересно не с чем справляться да нет интересной задачи с кем-то там взаимодействия вот этого попытки его обойти как-то да нет игры то есть если у нас нету цель если у нас нету интересных препятствий именно таких препятствий с которыми нам интересно справляться то фактически у нас нет игры а если у нас нет игры у нас нету интересных изменений мы фактически находимся мы начинаем опускаться до сначала до скуки то есть ну скучно становится да А потом, если мы ничего не начнём делать с этим, то есть не будем ставить себе какие-то цели, искать интересные игры, искать возможности вырасти где-то, прогрессировать, то мы начнём опускаться в антагонизм, начнём становиться злыми, потом начнём опускаться в страх, в горе, в апатию. И в конце концов нам придёт идея, о чём мы здесь вообще делаем, что здесь делать. Нужно уходить отсюда, уходить из этой жизни. Понимаете, вот как оно устроено. Духовная помощь при этом способствует как-то. Да, но мы сейчас не будем говорить об этом, мы говорим о целях сегодня, о смысле жизни, что мы здесь делаем, каково место цели, что такое цель. Итак, цель, по сути, это ваше желание продвинуться в игре по состояниям вверх. То есть смысл и цель жизни, вот формы этой, да, выжить. То есть главная динамика, которая является общим знаменателем для всех живых форм. Там от самой простейшей формы до любой самой сложной формы. Первый вектор – это выжить. То есть вот есть такой вектор, мы хотим выживать. То есть что мы хотим? Мы хотим изменяться, то есть мы хотим иметь изменения, и мы хотим эти изменения, чтобы возрастали, да, то есть чтобы мы улучшались по состояниям, поднимались по своим состояниям и развивались. Вот если есть это развитие, если есть улучшение, общая динамика, вы улучшаетесь, да, вы развиваетесь, то как бы за это будет вознаграждение, удовольствие. То есть чем лучше вы изменяете себя и пространство вокруг себя, чем лучше вы влияете на себя и на жизнь вокруг, тем больше будет удовольствия в вашей жизни. Чем хуже вы своими действиями влияете на себя, чем сильнее вы разрушаете сами себя, и чем хуже вы влияете на жизнь вокруг, тем больше вы будете страдать, получать боль от этого. То есть цена за опускание по состояниям, то есть изменение в сторону деградации, цена за это боль, компенсация за это боль. Когда вы начинаете расти по состояниям, улучшаться, то цена за это и компенсация удовольствия. То есть вы будете получать больше и больше удовольствия. То есть если вы развиваетесь, если вы побеждаете в игре, ну понятно, не все время, будут и поражения, ошибки и поражения, это часть игры. Иногда вы будете проигрывать, никакой проблемы в этом нету. Нужно просто учиться на этих ошибках и развиваться дальше. Поэтому жизнь это изменение. Изменение это начало, продолжение и завершение в сторону цели. Для того, чтобы эти изменения происходили и вы возрастали, развивались, вам нужна цель. Потому что если у вас нету цели, а зачем вам куда-то возрастать, куда-то изменяться? То есть вы начинаете как бы просто потихонечку опускаться. То есть вы начинаете постепенно деградировать. Без цели вы будете постепенно деградировать по состояниям вниз. Но выходит так. Понимаете? Поэтому в этом смысле вам нужна цель просто как некий инструмент поддержания интереса игры. Жизнь это игра, игра это цели, препятствия и свободы. Вы хотите иметь достаточно свободы, вы хотите иметь больше свободы, вы хотите иметь интересные препятствия, интересные задачи. Вы хотите поддерживать боевой дух, интерес в игре. И вам для этого нужна цель. Без этой цели, ну а какой смысл? Понимаете? То есть теряется некий смысл. Да, бывают ложные цели, бывают истинные цели. Но мы сейчас поговорим об этом еще. Так, ну что еще здесь добавить из того, что я написал? Как это я проговорил, хороший уровень жизни это удовольствие, плохой уровень жизни это боль. Настоящая цель, да, вот теперь давайте поговорим, что есть настоящая цель. То есть подлинная цель. Какова подлинная цель? Подлинная цель это такая цель, которая улучшает ваше качество жизни, позитивно влияет на вашу семью, на людей, на самых близких людей вокруг вас, на ваш вид и на всю жизнь в целом. То есть если вы ставите перед собой такие цели, которые наилучшим образом отражаются и на вас, и на других людях, то это хорошая цель. Это светлая цель, которой стоит двигаться. То есть если вы причиняете себе какое-то развитие, конструктив, и помогаете другим людям тоже развиваться, тоже лучше жить, да. То есть если вы имеете такую цель, это отлично. Если ваши средства движения к этой цели такие же, да, потому что недостаточно иметь светлую цель, хорошую цель, позитивную, конструктивную цель, нужно иметь также и средства достижения этой цели, такие же честные, такие же конструктивные, такие же позитивно воздействующие на все сферы жизни. Люди часто, они сыпятся на двух вещах. На двух вещах, вот в этом смысле. Они либо выбирают часто деструктивные цели, то есть они часто не понимают, что цель, которую они хотят достичь, да, эта цель, она может быть хороша для них, но она может быть плоха для других людей. То есть, ну как это объяснить? То есть можно себе что-то такое ставить как цель, что в конечном итоге будет плохо отражаться. Например, на близких людях, да, например, на своей команде. Вот у вас есть какая-то команда, и вы можете ставить эгоистическую цель. Например, возвращаемся в наш футбол, да, игрок, например, главный нападающий, может поставить эгоистическую цель. Я хочу сам забивать голы. Я не хочу играть в команде. Я не хочу, чтобы мы вместе взаимодействовали и вместе побеждали. Я хочу сам побеждать. Я хочу в первую очередь побеждать сам, присваивать себе все как бы вот эти, чтобы признание было всё мне, да, не хочу разделять это с остальными людьми. Понимаете? То есть такой момент. Может быть эгоистическая цель. Может быть цель, которая и хорошо для вас, и хорошо для других. Но вы как-то там договариваетесь, да. Понятно, что если есть какой-то фаворит, ему достаётся больше. Но и другие тоже должны в этом участвовать, да. То есть должно быть какое-то равноценное, достаточно гармоничное распределение побед, ресурсов, в зависимости от уровня способностей, в зависимости от ответственности, от уровня вклада в игру. Вот эти все вещи часто, часто люди не понимают. Люди не понимают, что есть жизнь. Люди не понимают, каковы цели жизни, да, что существуют позитивные цели, существуют деструктивные цели, существуют гармоничные пути достижения целей, существуют дисгармоничные, гармоничны, эгоистические или там альтруистические какие-то, да, способы достигать, где кто-то очень сильно теряет в этом, да, где один получает всё, а другие теряют многое, как бы, да. Вот с этим важно разобраться, понять, что жизнь – это игра, здесь существуют определенные принципы, и вы должны понять, что вот, ну, как это устроено, нужно понять. Чтобы хорошо играть в футбол, нужно этот футбол изучить, нужно долго в него играть, познать какие-то нюансы, тонкости, да, практиковать этот футбол, пойти и учиться играть, тренироваться до тех пор, пока ты не станешь классным игроком. А в конце концов, ты потом тренером, да, обычно классные игроки, которые уже уходят, они становятся тренерами, они могут становиться владельцами своих команд, там, и так далее, да. Но в первую очередь он был хороший игрок. А хороший игрок – это кто? Это тот, кто достигает хорошо цели. Цели, которые помогают и ему, и остальным людям быть в хороших состояниях. Вот место цели, и вот смысл игры, смысл жизни. Вы постоянно развиваетесь, вы учитесь играть, вы прокачиваете свои игровые способности. И если у вас нет целей, то, соответственно, вы постепенно начинаете переходить в состояние зрительствования. То есть вы начинаете наблюдать больше за чужими играми и скатываться вниз по состояниям. То есть вы всё меньше будете без целей игроком, и всё больше будете участником чужих игр, как бы, да, и, возможно, вам кто-то будет навязывать чужие какие-то цели. То есть если у вас нету своей цели, да, если у вас нету своего какого-то ощущения, что вам важно, что вам интересно, да, каковы ваши потребности. Если вы не реализуете всё это в собственные цели, то, отрываясь от этого, вы можете вдруг обнаружить себя в том, что вы реализуете чужие цели. Вы являетесь средством достижения чужих целей. То есть кто-то вас может использовать для того, чтобы достигать их цели какие-то. Понимаете, вот что и часто происходит в жизни людей. Итак, настоящая цель, настоящая цель – это лучше выживать, получать больше удовольствия от жизни, больше иметь интересных изменений, иметь интересные препятствия, интересные задачи, иметь больше свобод и вообще в целом хорошо жить. К этому стремится любой человек. Знает он об этом или не знает, но к этому стремится любой человек. Он хочет хорошо жить, но часто не понимает, не знает, как это делается. В этой трансляции я вам сегодня постарался объяснить, что цель в своей основе – это мысль. Мысль, которая движет вас к чему-то конструктивному, позитивному, к чему-то, что востребовано в вашей жизни, как некая потребность реальная, да, вот вам это интересно, вы хотите это искренне. И эта цель, она должна также удовлетворять, вовлекать в игру других людей, удовлетворять их потребности, помогать им тоже реализовать их выживательные вот эти позитивные цели. Если вы ставите перед собой такие цели, если это не просто эгоистические цели, но цели, направленные на то, чтобы помочь другим людям лучше выживать, то вы будете в этом выигрывать и вы будете побеждать. Вы будете побеждать, вы будете улучшать свою жизнь и жизни других людей. Чем больше вы помогаете улучшать жизни других людей, чем более позитивное влияние вы оказываете на жизни других людей, на свою жизнь, тем вы будете выше подниматься по состояниям. Состояний, по-моему, семь. Нет, их намного больше, но вот верхняя шкала там очень простая. Несуществование, опасность, критическое положение, нормальное положение, изобилие, власть, смена власти. Поэтому в конечном итоге, конечно, вы хотите попасть в изобилие, вы хотите попасть в состояние могущества, в состояние власти, там, где у вас нет дефицита ресурсов, там, где вы, очевидно, оказываете позитивный эффект на всех людей, которые рядом с вами, улучшаете собственную жизнь, жизни людей вокруг себя и оказываете позитивный эффект на всю жизнь. Чем сильнее ваше позитивное влияние на всю жизнь, тем больше удовольствия и в конечном итоге больше счастья вы будете испытывать. Больше самореализованности. В этом цель игры. Самореализоваться, можно сказать, вот у нас это называется по динамикам. То есть по первой динамике самому себе, да, реализоваться самому себе, хорошо самому выживать на хорошем очень уровне, быть физически в хорошей форме, да, быть душевно в хорошей форме, психически быть на хорошем эмоциональном тоне, да, в хорошем состоянии. Помогать быть в хорошем состоянии людям вокруг вас, вашим близким, помогать людям в вашей команде, да, помогать вашим клиентам или тем людям, с которыми вы взаимодействуете. Это могут быть не просто клиенты, это могут быть, не знаю, вот сейчас смотрел, кстати, спящий сериал, и вот там эта женщина, она владелец галереи, и она говорит очень важную вещь. Я останусь здесь, потому что я чувствую, что моя главная миссия заключается в том, что я помогаю этим молодым художникам развиваться. Я реализуюсь в помощи им встать на ноги и помочь им вот как бы улучшить свое состояние, улучшить свое положение и реализоваться в жизни. Понимаете, многие люди чувствуют, что их реализация невозможна без помощи в реализации других, ну, в жизни других людей. Поэтому многие люди, которые сами реализовались, они никогда это не делают просто сами по себе. Это всегда есть некое участие других людей в этом. И поэтому в какой-то момент, когда ты уже реализовался достаточно сильно в жизни, ты не можешь не помогать другим людям. Это естественно, потому что если ты не будешь этим, заниматься, ты встанешь. То есть ты сам встанешь, ты начнешь деградировать. Если ты не начнешь это распространять по сферам жизни, свой успех, если ты не будешь делиться им, если ты не будешь помогать, как бы улучшать жизни других людей, ты сам встанешь. Ты не сможешь продвинуться дальше. То есть ты, например, встанешь в состоянии нормальной деятельности и не пройдешь в изобилие. Потому что для того, чтобы пройти в изобилие, часто нужно привлечь больше людей, оказать большую ценность, большую пользу, повлиять наилучшим образом на жизни большего количества людей. И тогда это большее количество людей тебя начнет благодарить. И когда вот эта благодарность начнет к тебе возвращаться, это и есть изобилие. Изобилие ресурсов, оно же не возникает из ниоткуда. Это люди тебе приносят всё. А за что они тебе это приносят? За то, что ты оказал реальное положительное воздействие на их жизнь. Ты им реально помог. Ты улучшил их выживание, улучшил их качество жизни. Ты ценен для них по-настоящему. Ты не делаешь вид, что ты ценен. Ты не притворяешься ценным человеком. Ты реально влияешь позитивно на жизнь этих людей. Поэтому очень часто у многих людей на нижних уровнях такие достаточно эгоистически нацелены на себя цели. То есть вы хотите реализовать свои потребности, закрыть базовые потребности. Но чем выше вы поднимаетесь, тем больше ваш успех связан с реализацией потребностей других людей. Понимаете, это взаимосвязанные вещи. Невозможно одной без другого. То есть если вы начнёте как-то по-другому это делать, начнёте мучиться в этом. И у вас будет, возможно, много денег, но счастья в этом не будет. И реальной реализации не будет. Нужно постоянно оказывать какой-то позитивный эффект. Поэтому меня часто спрашивают, Макса, зачем ты делаешь эти трансляции? Я не могу их не делать. Мне важно этим делиться. Это просто как ты понимаешь, что если ты это не делаешь, то ты не можешь продвигаться дальше. Ты не можешь добиваться своих целей. Чтобы добиваться, чем выше ты поднимаешься, тем больше реализация твоих целей зависит от реализации целей многих других людей. Так устроена жизнь. Цель Ави. Я просто вам рассказываю, как это устроено, как я вижу, что это устроено. Поэтому что есть цель? Цель это ваш эскиз, к чему вы движетесь, конструктивный эскиз, который окажет позитивное влияние и на вашу жизнь, и на жизни других людей каким-то образом. Для чего вам нужна цель? Для того, чтобы продвигаться, развиваться, улучшаться, улучшать свое состояние, продвигаться по этим состояниям из несуществования критического положения, состояния опасности, критического положения, нормы, изобилия власти, постепенно подниматься. Таким образом вы движетесь к такой жизни, о которой все в конечном итоге мечтают. Мы о чем мечтаем? Чтобы у нас было много ресурсов, много свобод, интересные игры, много возможностей. Как мы можем это сделать? Мы не можем это сделать без других людей. Понимаете? Мы не можем это сделать без того, чтобы позитивно повлиять на жизни очень многих людей вокруг нас. Это невозможно. Поэтому все наши цели должны быть не просто нацелены на нас самих, но и на то, как мы влияем на жизнь других людей. Понимаете? Это взаимосвязанные вещи. Поэтому, если ты хочешь получать, например, много денег, тебе нужно создавать много ценностей. А что такое ценность? Ты влияешь реально, позитивно на уровень выживания других людей. Ты их жизнь делаешь более наполненной счастьем и удовольствием, удобством, комфортом. То есть ты им помогаешь все лучше и лучше подниматься по состояниям. Если у тебя это получается делать, ты молодец, у тебя все будет хорошо. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я хотел вам сказать сегодня. Может, какие-то вопросы остались? Если остались, давайте разберем. Возможно, вы с чем-то не согласны. Возможно, вы видите то, что я говорю, где-то неправильным. Если такое есть, то спрашивайте. Сейчас подожду немножко. Если не будет вопросов, то будем завершать. Если будут, то отвечу. то есть цели нужны, но очень важно, чтобы это ваши были искренние цели, искренние цели, которые, очевидно, и вам помогают реализовать ваш потенциал. И также они нацелены на то, чтобы реализовать потенциал и потребности других людей. Максим, как понять цель твоя или внушенная? Ну, твоя цель, она тебе очевидна. То есть, ты понимаешь, ты очевидно видишь, насколько это полезно для тебя и для других, насколько это тебя мотивирует продолжать этим заниматься. Знаешь? То есть, твоя цель, она тебя будет изнутри мотивировать. А тебе не надо будет заставлять себя это делать. Потому что, ну, для тебя очевидно, это твоя потребность, очевидная зрелая потребность. Это то, что ты искренне хочешь делать. И это то, что ты видишь очевидным, полезным, очевидно полезным как для себя, так и для тех, для кого ты что-то там делаешь. И как это позитивно оказывает влияние и на тебя, и на других. Понимаешь? То есть, смотри, насколько эта цель, она связана с твоей самореализацией в игре. То есть, насколько ты интересно играешь по пути к этой цели. Понимаешь? Насколько интересный процесс реализации этой цели и насколько ты понимаешь достижение, насколько ты понимаешь достижение этой цели станет благом для тебя и для окружающих людей и для жизни в целом то есть если ты понимаешь что ты творишь благо добро и ты видишь что этот этот продукт и да или это услуга ли что то что ты делаешь конечном итоге окажет благостное влияние на тебя и на других то есть или наоборот она оказывает благостное влияние на тебя но не вредит другим такое тоже может быть цель не должна быть вредоносной то есть не должно быть вреда то есть ты когда что-то хочешь получить это должно оказывать либо позитивный эффект либо не вредить не вредить не оказывать вредоносный эффект хотя бы не вредить тогда все хорошо с этим но если начинаешь что-то делать что оказывается вредно влияет на других ну вот здесь конечно надо посмотреть нужна ли тебе такая цель посмотри вот как ты можешь сесть и здраво посмотреть каковы твои искренние потребности то есть ты чего хочешь в жизни вот ну реально вот в чем ты нуждаешься сейчас да в чем нуждаешься никогда не говори себе что я нуждаюсь в деньгах потому что деньги это всегда средства для чего-то вот для чего тебе эти деньги нужны тебе нужно разобраться что тебе нужно для того чтобы хорошо выживать в жизни что тебе нужно для если ты видишь что ты в чем-то нуждаешься то тебе нужно посмотреть насколько реально то что в чем ты нуждаешься обидца да то есть насколько реально потому что часто люди себе ставят нереальные цели какие-то совершенно фантастические вещи там придумывать не надо этим заниматься у тебя есть какая-то потребность вот например мне негде жить предположим да вот мне негде жить человек может сразу себе поставить цель купить квартиру это не по градиенту он не обладает сейчас ресурсами он еще не создал столько ценностей не замутил такую игру где достаточно к нему приходит обратных средств и где он может себе купить эту квартиру поэтому ставить эту цель преждевременно разумно поставить себе цель заработать какую-то сумму чтобы снимать квартиру снимать квартиру нормально и и смотреть вот куда меня тянет какие у меня таланты способности до что мне нравится делать полезно для других людей вот так нужно оценивать да то есть где я могу оказывать какую-то ценность создавать какой-то ценный продукт для для людей ли какие-то ценные услуги вот это нужно искать нужно пробовать где себя раскрывает свой талант понимаешь иметь ввиду что там у тебя есть какая-то первая базовая потребность то есть тебе нужно ты например живешь с родителями не хочешь жить с родителями хочешь жить самостоятельно можно иметь неправильную цель сразу иметь квартиру как бы зачем не надо хотя бы с ними для начала с ними понимаешь когда ты уже снял ты уже себе можешь поставить большую цель то есть ты уже можешь следующую цель себе поставить приобрести недвижимость понимаешь но опять же когда ты имеешь эту цель приобрести недвижимость тебе нужно понять что что такое деньги за что они тебе придут они придут за твой позитивное профессиональное воздействие скажем так где ты что-то создаешь наилучшим образом оказываешь какую-то пользу другим людям то есть ты можешь замутить какую-то интересную игру вовлечь в это людей и сделать так чтобы они в этом в своей степени выигрывали то есть даже есть у тебя что-то покупает это можно сказать твой выигрыш их выигрыш то есть если ты что-то реально ценное создаешь они выигрывают и ты выигрываешь от этого то есть ты выигрываешь ты получаешь за это обмен в виде денег они выигрывают они и получает реальные продукты, реальные какие-то услуги. Знаешь, так устроен рынок. Поэтому, в принципе, ты себе можешь любую цель поставить, но эта цель должна быть не вредоносной, она должна быть полезной тебе и другим людям, не приносить вреда, не наносить какие-то там, ну, очевидные значительные ущербы. И она должна быть интересной как процесс для тебя. То есть само путешествие к этой цели должно тебя увлекать, тебе должно быть интересно с этим справляться. Да, пожалуйста. Пожалуйста, да. Понимаешь, что тебе важно, чтобы тебе и сам процесс был интересен, и куда ты движешься тоже было интересно в конечном итоге. И понимание в этом процессе важно, чтобы сохранялось, как ты позитивно воздействуешь по пути на свою жизнь, улучшаешь свою жизнь и улучшаешь жизни других людей по пути к своей цели. И когда ты эту цель получишь, ты её получишь не за счёт того, что ты нанёс какие-то ущербы кому-то там ужасные. Максимально раскрытие потенциала. Да, да. То есть потенциал, понимаешь, он как бы требует поддержки от тебя. То есть он есть. Вот ты можешь обнаружить, что ты к чему-то тянешься. Но ты можешь либо сотрудничать с этим и справляться с препятствиями по пути реализации своего потенциала, либо не поддерживать этот процесс. То есть либо ты хочешь развиваться, делаешь всё возможное для развития в той теме, которая тебе интересна, постоянно там обучаешься, развиваешься, увеличиваешь свой профессионализм, компетенцию и создаёшь некую ценность, и распространяешь это, и получаешь обмен, и растёшь в этом. И все вокруг тебя растут, ты там потом начинаешь вовлекать других людей в это, и ты помогаешь им расти, своим клиентам помогаешь. То есть в конечном итоге ты всем помогаешь. Если ты всем помогаешь, у тебя всё будет хорошо. Если ты начинаешь помогать тебе за счёт вреда другим, жди проблем, жди беды. Те люди, которым ты не помог, и которые очень сильно рассчитывали на твою помощь, например, заплатили, а не получили ничего в обмен, они станут твоими врагами. Они будут не твоими друзьями, не твоими помощниками, они будут не частью твоей игры, они будут чем-то, что мешает тебе иметь игру. Они будут объединяться против тебя, и они будут мстить тебя. То есть они будут пытаться восстановить справедливость. Понимаешь? То есть если ты оказываешь какой-то деструктивный эффект, то сама жизнь будет играть против тебя. То есть будут все, кто получает деструктивный эффект и поражение, они будут объединяться, чтобы остановить тебя, чтобы помешать такой игре, которая не улучшает сферы жизни, а только ухудшает. Поэтому чем более ты оказываешь позитивный эффект на сферы жизни, тем будет более успешной твоя игра, тем больше к ней будут присоединяться людей, и тем больше ты будешь чувствовать подъем под состоянием до могущества, изобилие и могущества. То есть изобилие и могущество не делается одним человеком, это всегда групповая динамика. То есть это невозможно сделать самому, это невозможно. Это невозможно сделать путем насилия какого-то. Это невозможно сделать путем насилия, подлога, обмана, хитрости. Хоть многие пытаются это сделать, они потерпят в этом поражение. Вот, например, Гитлер, да, хотел нарезать всем, да, всем хотел навязать свой порядок. Все, все диктаторы плохо заканчивают. Потому что все чувствуют, что это разрушает игру, это разрушает основополагающие принципы игры, это попытка завоевать путем насилия и подавления, путем уничтожения, а не путем принесения ценностей, ну как бы улучшения всех процессов жизни людей. То есть начинается истребление всего инакомыслящего, всего, что мешает. В конечном итоге вся жизнь объединяется против этого, и все человечество объединяется для того, чтобы остановить это. Понимаете? Андрей, мы здесь не про роллы, еще раз такое напишешь, ну, опять же, бан. Поэтому если ты ешь роллы, ну, ешь их, нам не интересно это, что ты ешь. Знаешь, как бы здесь немножко другая атмосфера, другая тема, мы совершенно о другом общаемся, поэтому кушай там себе спокойно и слушай. Или уходи отсюда просто. Еще какие-то воросы есть? Ребята, иногда привлекают такие узкоспециальные вещи, которые интересны мне, еще нескольким людям в мире, но на первый взгляд не решают реальных финансовых проблем. Стоит ли этим заниматься? Ну, вот смотри, а как оценить, чем стоит заниматься? Тебе же нужно, вот даже если ты начинаешь какой-то новый проект, когда ты начинаешь новый проект, тебе нужно смотреть, насколько в этом проекте есть потребность. То есть существует ли какая-то коллективная, востребованная потребность на рынке в отношении того, чем ты собираешься заниматься? Если это никому не нужно, кроме как трем, там, пяти людям во всем мире, здесь невозможен успех. Просто это не востребовано, понимаешь? Это никому не интересно. Это не сможет оказать массовый позитивный эффект. Понимаешь? То есть это невозможно развить в какую-то большую игру, в которую вовлекутся очень многие люди. Потому что это интересно всего лишь четырем-пяти людям, все. Нужно заниматься чем-то таким, что окажет массовые позитивные эффекты, что имеет потенцию принести массовую ценность в достаточно широкой группе людей. Это ниша, называется в бизнесе ниша. То есть ниша – это некий сектор рынка, где есть невосполненный спрос. То есть люди ищут, хотят найти какую-то вещь или какую-то услугу, а ее либо не предоставляют в достойном качестве, либо вообще не предоставляют. Это называется свободная ниша. Тебе для того, чтобы добиться успеха в игре, нужна своя ниша. Найти свою достаточно свободную нишу и сделать там достойный ценный продукт, достойную игру. Сделай там достойную игру, которая привлечет много-много людей в это. Тогда это будет успех. Тогда к тебе придет достаточно много людей в игру. И тогда они будут достаточно большие деньги тебе платить за это в целом. И ты эти деньги сможешь превратить в нарастающую ценность для всех. И для себя, и для других, и для своей семьи, и для всех людей. Знаешь, вот так оно работает. Не нужно мыслить очень такими мелкими категориями. Интересы для трех людей. Всегда смотри широко. Смотри всегда далеко. Смотри на тенденции. Смотри на рынок. Смотри, во что играют люди, во что люди хотят играть. Что им интересно, где они хотят, что получить и чего нет. И что ты им можешь предложить. Была ли ниша у биткоина на первых порах? Ведь это было неочевидно. Конечно, была. Если, например, люди платят, например, в высокие комиссии за переводы, да. То есть они нуждаются же в том, чтобы переводить деньги. Нуждаются? Нуждаются. И платят в высокие комиссии часто. То есть если кто-то предлагает более низкую комиссию, это уже какой-то новый рынок. Плюс биткоин же чем берет? Что там нет контролирующих органов, которые могут тебя сблокировать. Например, PayPal очень легко может заблокировать твой кошелек. А в биткоине никто не может заблокировать твой кошелек. Такой возможности технически не существует. Понимаешь, поэтому есть какие-то достоинства, которые сразу привлекают к себе широкую массу людей. Поэтому начинает возникать какая-то новая система, новые люди туда идут. И начинает что-то там, новая игра какая-то возникать, да. Он не всем стал нужен. Я, например, до сих пор биткоины не использую. Потому что то, что происходит с курсом сейчас, очень похоже на спекуляцию какую-то. Когда существует такая волатильность огромная, это не... Я бы... Ну, до тех пор, пока существует такая разница в курсах, пока существуют риски низких вот этих падений, это слишком волатильный инструмент, и в него нельзя вкладывать деньги. Потому что это рулетка. Завтра что-то произойдет, ты потеряешь все деньги. Ну, нет, у тебя останется там, например, у тебя есть сейчас 10 биткоинов, но сегодня они стоят 60 тысяч долларов в реальных деньгах, а завтра это будет стоить 6 тысяч, понимаешь? И все, и ты потеряешь эти деньги. Поэтому пока эта волатильность не пройдет, сумасшедшая, нельзя вкладывать деньги. Это любой инвестор... Ну, настоящий инвестор всегда знает. В это вкладывают в основном спекулянты. То есть люди, которые хотят быстренько срубить бабла на разнице курсов. Настоящие инвесторы, они присматриваются пока к этому инструменту. Я тоже присматриваюсь. Ну, у меня там есть, то есть, почему появилось там что-то в биткоинах? Потому что мне начали платить ими. То есть вот там начали за консультации платить, кому-то удобно. Да, в таком смысле без проблем. То есть если мне где-то приходит обмен, в виде биткоинов, пожалуйста, вот мой кошелек платите. Если вам так удобно. Но так, чтобы вот я хотел сегодня вложить там 10 тысяч долларов в эти биткоины, а завтра забрать 20. Ну, не знаю, я не совсем вижу, а в чем моя ценность. То есть в чем прикол, как бы. Ну, прикол, ценность для меня это. Понимаешь, то есть это ценность для меня, а для других какая ценность в этом. Понимаешь, не было интересной игры. То есть я не вовлек людей в это, не создал какую-то интересную игру, где все реально как-то лучше выживают. Ну, я во всяком случае не вижу так этого сейчас. И все мои друзья, вот все мои знакомые там, кто по-настоящему занимается давно инвестированием, они не занимаются пока биткоинами. Это очень похоже на мыльный пузырь пока. Пока, судя вот с тем, что происходит с курсом, очень пока на это похоже. Что это будет дальше, посмотрим. Может и не будет пузырем, но пока это вот очень напоминает. Слишком резко это растет вверх, непонятно чем это обеспечено, непонятно какие гарантии у этих инвестиций. Непонятно. Все пока слишком похоже на рулетку. Ладно, ребят, на этом будем завершать. Уже наговорился я вам. Надеюсь, вы поняли, что цель это то, как вы представляете будущие изменения. Эти будущие изменения должны быть полезны для вас и для других людей. То есть спрогнозировать ценность ниши можно по потребностям многих людей. Конечно, рынок исследуется, изучается спрос. Видится четкая неудовлетворенность какого-то спроса или недостаточно качества удовлетворения. Под это разрабатывается продукт. Под это разрабатывается система предоставления, система распространения. То есть как ты заходишь на этот рынок. И налаживается обмен, что и называется бизнес. То есть бизнес это не заработок денег. Это организация игры, где все в большей степени выигрывают. Все получают ценность от того, что происходит. И, конечно, большую часть ценности от этого получает тот, кто организовал эту игру, как автор игры. Но он не сможет приобрести успеха, если он не сделает успешными людей вокруг себя. Если он не поделит частью своего успеха со всеми. Скайвей, пирамида. Никакой ценности реально нету. Сплошные обещания. Обещания, что это станет ценно потом. В данный момент. А в чем реальный продукт в данный момент? Где эти струнные дороги в данный момент реализованы? Понимаешь? То есть это обещается много лет. Вот мы копим, копим, корим. Когда-то мы начнем этим заниматься. Вот и все. А сейчас, где сейчас? То, что можно пойти, проехаться уже и увидеть, что это работает и приносит ценность миру. Этот транспорт реально существует, он действует, он был построен, и эти деньги были реализованы, эти инвестиции были реализованы. Где это? Нет 3D-моделирования, какие-то обещания, распространение по этой бинарной или какой-то там системе привлечения инвестиций. Но эти инвестиции мы никак не видим, что они реализовались в какую-то ценность, реальную ценность для людей. Деньги зарабатываются на каком-то обещании чего-то. Вот и все. Все, что там есть. Реальный бизнес, там производится реальный ценный продукт. Ты можешь его прийти, потрогать, пощупать, получить эту услугу, получить этот продукт, использовать в своей жизни и лучше выживать за счет этого. Решать лучше свои проблемы. То есть идея-то струнного транспорта хороша, если она реализуется. То есть если это реализуется, это помогает людям лучше подвигаться, сокращать время на передвижение и, соответственно, лучше выживать. То есть тратить больше времени на что-то более интересное, чем просто быть там в транспорте и ничего не делать в это время, не реализовать это время на что-то более полезное, более интересное, более ценное. Идея хорошая, где реализация. Поэтому прежде чем зайти в какую-то компанию, смотрите, в чем ценный продукт этой компании. Смотрите на продукт. Есть ли живой реальный ценный продукт? Если это сетевая компания, у нее всегда есть линейка продукции. Если вы любите этот продукт, если это реально качественный продукт, вы можете прийти, потрогать, пощупать, сами использовать это. Экотехнопарк. Реализация временная. Пока что-то не реализовано, это все воздух. Я не вкладываю деньги в воздух. Я вкладываю деньги во что-то реально. То, что работает, то, что можно прийти, потрогать, пощупать. То, что оказывает реальную ценность этому миру. В это я вкладываю деньги. Воздух не вкладываю, никому не советую. В обещание не надо вкладывать деньги. Это риск, это высокорисковые операции. Стоит ли рассказывать о своих целях другим? Есть мнение, что это понижает энергетический потенциал человека. Я считаю, не стоит. То есть, это стоит, знаешь, когда делать? Когда у тебя уже все достаточно налажено. Когда ты находишься в состоянии, например, власти. Когда ты находишься в состоянии власти. Да ты уже настолько устойчив, что заявление своих намерений вряд ли что-то повлияет на это. Знаешь, когда у тебя устойчивая позиция, когда ты способный человек, когда ты знаешь свои цели, и когда ты знаешь, что что бы ни происходило, а ты с этим справишься, тогда ты можешь декларировать свою цель. Но пока это не так, не надо это декларировать. Это должно быть продекларировано самой себе, понимаешь? Либо твоей команде. То есть, если у тебя есть команда, то команда должна знать общую цель или общие цели. К чему мы идем? Они все должны быть в курсе. Они должны понимать, куда мы движемся. А каким-то левым людям, или людям, от которых ты можешь получить обесценивание, или наоборот, вредоносные какие-то действия, то есть они могут мешать тебе реализовать твои цели. Они находятся в плохом состоянии. То есть, если, например, человек находится хронически в нижних тонах, то есть он находится в плохом состоянии энергетическом, то он будет в целом настроен разрушительно. То есть он будет обесценивать и разрушать. Поэтому таким людям лучше не декларировать ничего, не обсуждать с ними свои цели. Иначе ты будешь чувствовать, что они тебя что? Опускают по тону в свое состояние. То есть, если он находится в плохом состоянии, и ты с ним обсудишь какие-то позитивные цели, какие-то конструктивные вещи, он все это обесценит для того, чтобы тебя спустить в более понятное, в более удобное для него состояние. В свое состояние. Знаешь, поэтому нужно разбираться в людях, нужно разбираться в каких эмоциональных состояниях они находятся. И нужно знать, с кем можно обсуждать свои цели, а с кем нельзя. Есть люди, которые тебя всегда поддерживают. Есть люди, которые, они позитивные, конструктивные. Если ты к ним придешь со своими целями, они тебе помогут лучше разобраться с этими целями, действительно ли стоит эти цели добиваться или не стоит. Или это может быть что-то навязанное тебе. Они тебе дадут какие-то инструменты, чтобы лучше реализовать эти цели. Они тебя поддержат. Они дадут тебе поддержку, помощь, реальную помощь, мудрость какую-то. Но таких людей мало. В основном люди находятся в плохом состоянии, они все обесценят. Они будут завидовать. Они часто не понимают, что с ними происходит, почему они не могут реализовать свои потребности, свои цели. И это невежество какое-то, непонимание. Они как-то сами себе это оправдывают. И когда ты приходишь, и вот ты что-то узнал, ты во что-то хочешь попасть более светлое, они увидят это, и они начнут это обесценивать. Поэтому не надо рассказывать о своих целях тем людям, в которых ты не уверен. Со стороны которых ты можешь получить обесценивание и как бы разрушение, какое-то разрушение твоих намерений. Твоих каких-то позитивных намерений. Ладно, ребят, все, все, наговорился. У меня уже обсыхать рот начинает. Поэтому будем завершать. Спасибо, что были. Приходите еще. Остались вопросы, пишите в личку. Понравилось, ставьте лайки. Ставьте сердечки как бы под этой трансляцией. Делитесь. На этом все. Пока-пока.